Заджители Донбасса, несогласные с госпереворотом в Киеве, высказались за самостоятельность двух народных республик. Силовая операция, которую все это время ведет Киев на их территории, поставила регион на грань гуманитарной катастрофы. Однако здесь смогли создать собственные органы власти, начать выплаты зарплаты пособий и понемногу возвратить мирную жизнь. Из Луганской репортаж Алексея Баранова. Теперь это настоящий государственный ритуал. Флаг Луганской народной республики сегодня, в годовщину ее независимости, торжественно поднимают во всех населенных пунктах. Важен для того, чтобы было все спокойно, все мирно, все красиво. Вот стою и радуюсь. Еще утром у Вечного огня прошла торжественная процедура. Передача государственного знамени республики главам городов и районных центров ЛНР. От этого памятника стартовал и автопробег. Мы луганчане, и мы гордимся этим. Республиканский триколор несут студенты Луганской народной республики. Шествие началось у бывшего здания СБУ. Его активисты антимайдана взяли прошлой весной. Именно здесь начиналось народное восстание. Отсюда ведет свою историю молодое независимое государство. Мы хотим быть независимыми от неонацизма, от бандеровщины, от тех, кто хочет поставить Донбасс на колени. А этого не удавалось никогда и никому. Мы едины с российским миром. Мы русские люди. Мы помним и знаем, откуда наши корни. И мы никогда не придадим памяти своих предков. С днем рождения вас, луганчане! Уже потом был референдум. На нем жители Донбасса твердо заявили о своем несогласии с политикой ставленников Киевского Майдана. Итоги голосования не оставили сомнений. Явка превысила 80%. А за независимость Луганской области от Украины проголосовали 93% пришедших на участки. Вместо жовто-блакитного флага над правительственными зданиями подняли стяг ЛНР. С помощью референдума люди сами решили, как им жить в будущем. Никогда не стоит обвинять никого, ни Российскую Федерацию, нашу братскую. Люди сами решили, люди сделали для себя правильный выбор. Сейчас празднуют этот великолепный праздник и все здесь будет хорошо. Сегодня даже в разрушенных войной городах восстановлено воды и газоснабжение. Вновь заработали шахты. Здесь начали уже из своего бюджета выплачивать пенсии. Хотя, конечно, процесс возрождения экономики проходит совсем непросто. В республике не хватает финансовых средств и элементарных продуктов питания. Жители ЛНР стойко переносят все тяготы и уверены в своем будущем. Надеюсь, что вот это вот все будет. Уверена, может уже все наладится и вот это стрелять больше не будет. Из-за нехватки наличных средств в республике ввели мультивалютную систему расчетов. В свободном обращении ходят рубль, доллар, гривна и евро. Но проблема с задержкой выплаты зарплат, детских пособий и стипендий до сих пор остается. Впрочем, граждане ЛНР верят, что год назад не зря сделали свой выбор. Жизнь в Луганской народной республике продолжается. 12 мая здесь объявлено выходным днем. Торжественные мероприятия в ЛНР шли весь день. Алексей Баранов, Александр Ревунов и Александр Малышев. Вести ЛНР.